Важность безопасности веб-проекта сложно переоценить, особенно если он хранит персонализированную информацию и заказы пользователей. И еще важнее, если предусматривается прием платежей непосредственно через сам сайт. Если проект будет иметь дыр в защите, то можно потерять не только данные, но и имидж, и бизнес целиком. Поэтому вопросу безопасности нужно уделить особое внимание. Первый тест в этой группе. Используется проактивная защита. Минимальный, стандартный. Здесь у нас есть автотест. Запускаем. Результат автотеста. Минимальный уровень защиты ниже стандартного. Смотрим в отчете, что нужно сделать. Уровень безопасности административной группы не является повышенным. Идем в список групп пользователей, администраторы, вкладка безопасность. Выбираем уровень повышенный. Сохраняем. Возвращаемся и повторно запускаем автотест. Прошли. Административные и учетные записи защищены. Здесь тоже автотест, который также смотрит уровень безопасности административной группы. Так как мы его повысили при проходении предыдущего теста, то этот тест мы автоматически проходим. Следующий. Удалены тестовые данные. Мы специально оставили наш тестовый файл со скриптом. Здесь мы показательно его удалим. Ищем в корне я.php, удаляем. Также у нас был тестовый шаблон. Его тоже удаляем. Есть не удалили на предыдущих тестах. Настроены политики безопасности по работе с базой данных. Здесь есть автотест. Запускаем. В отчете видим ошибки. В паролях в базе данных отсутствуют знаки припинания. Буквы в разных регистрах и пароль короткий. Пароль к базе данных мы можем поменять только через контрольную панель хостинга. Идем и меняем. Используя ftp-клиент, меняем пароль и в настройках подключения к базе в самом битрексе. По пути bitrix.php-interface.dbcon.php. Повторно запускаем тест. Прошли. Отключен вывод ошибок и предупреждений посетителям проекта. Автотест показывает, что вывод ошибок включен. Идем в настройки главного модуля. Отключаем. Сохраняем. Повторно запускаем автотест. Пройдено. Настроен журнал системных событий. Также в настройках главного модуля во вкладке «События» ставим галочки. Можно все поставить, не помешает. Сохраняем. В настройках веб-антивируса и проактивного фильтра журналирование по умолчанию включено, поэтому на этом не будем останавливаться. Можно еще в настройках инфоблоков настроить журналирование событий, но для этого проекта в этом нет необходимости. Отмечаем, что тест пройден. Проверена безопасность кода, статистический анализ уязвимостей. Хоть это необязательный тест, но мы на нем остановимся, так как здесь может быть куча различных ошибок на все случаи жизни. Например, использование переменных глобального массива request без какой-либо обработки. На этом проекте автотест нашел множество ошибок в одной папке. Разобравшись, понимаем, что это известный скрипт для администрирования базы данных, который иногда используется программистами. Удаляем эту папку. Мы тест прошли и всем советуем его проходить. Он хоть и довольно долго сканирует, но может найти то, чего вы не могли ожидать.